Вклада предоставляется Вклада пациент с раной на стопе и нарушением кровотока. Как предотвратить потерю конечности? Вклада предоставляется Вклада пациент с раной на стопе и нарушением кровотока. Уважаемые коллеги, добрый день. Я рад приветствовать всех, кто к нам сегодня присоединился. И моя лекция сегодня будет носить сугубо прикладной практический характер для тех специалистов, которые занимаются с пациентами с проблемами на стопах. То есть это травматологи-ортопеды, это, возможно, флебологи, это специалисты по падиатрии либо по патологии. И есть категория пациентов, которые лечатся относительно спокойно, с хорошими результатами, а есть категория пациентов с ранами и с тяжелыми нарушениями, которым угрожает ампутация. И очень важно понять, как такого пациента определить на первичном приеме и что с ним дальше делать. Собственно, об этом лекция у нас, о чем, какие нарушения кровотока бывают, кого можно безопасно лечить, а кто входит в группу риска ампутации, кто нуждается в специализированной помощи, когда стоит бить тревогу, какие рекомендации дать пациенту для того, чтобы предотвратить возможную потерю конечности, ну и какие цели наблюдения за пациентами после проведения сосудистой операции для достижения заживления ран на стопах. Я понимаю прекрасно, что у нас аудитория достаточно разнородная, у нас есть как врачи, так и специалисты, и не врачи. И я хочу напомнить прежде всего, что сосуды на нижних конечностях, они не одинаковые. Есть артерии, есть вены. Артерии осуществляют питание тканей, они несут кровь от сердца к тканям, а вены, наоборот, собирают кровь из ткани и несут его назад к сердцу. И, соответственно, ногах и артериальная венозная система, они расположены параллельно друг к другу. Ну и, собственно, есть несколько уровней кровоснабжения. Есть сегмент от бедра до колена, от колена до голеностопного сустава, и артерии стопы, которые также очень важны. И болезни артерии вен очень сильно отличаются. И как нам отличить болезни артерии от болезни вен на первичном приеме? Прежде всего, по симптомам. Очень большие различия между ними есть. При поражениях артерии – это боль в покое ночью, нарушающая ночной сон. При поражениях вен болевой характер носит несколько другой характер. Боль менее выражена, и в основном это тяжести и отеки ног ближе к вечеру. При поражениях артерии – это усиление боли, особенно при физической нагрузке, при ходьбе. При поражениях вены – это все-таки облегчение симптомов при ходьбе. При поражениях артерии все-таки раны локализуются на более удаленных участках, на стопах, на пальцах, как правило, в классическом варианте на пальцах. При веножных проблемах – это локализация ран все-таки на голени. Ну и при артериальных проблемах – это некроз, при веножных – это мокнутие. Ну и, соответственно, совершенно разный прогноз. Без реускулиризации поражения артерий, как правило, и при наличии ран, как правило, достичь сложного какого-то эффекта лечения, в то время как при веножных проблемах имеет место быть эффективность все-таки консервативных мероприятий. И есть время для принятия решений в лечении таких пациентов. И для примера я хочу привести несколько фотографий болезни артерии и вен. Это видно при первичном осмотре пациента. Слева рана на голени, с мокнутем, с небольшим количеством раневого выделяемого. Справа сухая рана, некрозы, почернение уже говорит о наличии проблем артериальных. Слева – это проблема артериальная, мы видим некроз. Справа – рана на голени, это венозная проблема. Но бывают ситуации и неоднозначные. Например, и слева, и справа – рана на голени. Они немного по-разному выглядят. Слева – это сочетанная и артериальная, и венозная язва. Отмечается неэффективность консервативного лечения стандартного. Есть поражение артерии по данным дуплексного сканирования. Справа – это венозная язва, которая заживает при применении правильных перевязочных средств. Поэтому тактика в таких ситуациях следующая. Если рана идет на фоне местного лечения, и она хорошо заживает, то, скорее всего, первопричиной является поражение вен. Если рана все-таки похожа на венозную, но не заживает, надо разбираться с артериями. И в чем же еще отличие по прогнозу? В том, что заболевания периферических артерий являются главной причиной нетравматических ампутаций во всем мире. 90% ампутаций выполняется именно по поводу проблем с артериями. Это доказано по многим популяционным исследованиям. Свежие исследования 2011-го года, 2018-го года это показывают. Что же приводит непосредственно к ампутации конечностей? Не всякое поражение артерий. Состояние называется критическое ишемие нижних конечностей. Что это такое? Это пациент, который имеет поражение артерии и боль в покое. То есть, если это боль и днем, и ночью, как правило, нарушает ночной сон. Это, как правило, пациенты с атеросклерозом. Или пациенты с незаживающей раной на ноге. Как правило, у пациентов с сахарным диабетом нога не болит. Но есть почерневшие раны или язвы, или просто длительно незаживающие в течение 2-3 месяцев раны. При этом, если мы видим поражение артерии, либо акклюзию, либо сужение гемодинамически значимых стеноз больше 70%, это говорит о том, что у пациента есть действительно высокий риск потери конечностей, есть критическое ишемие нижней конечности. С такими пациентами нужно заниматься и планировать им ревосклюризацию. Ну, как минимум, отправить к сосудистому специалисту. Что же происходит с пациентами без ревосклюризации? На данном слайде представлены результаты метаанализа исследования, в котором оцениваются результаты лечения пациентам, которые выписаны из сосудистого центра, и которым по тем или иным причинам не удалось провести ревосклюризацию на артериях нижней конечности. И установлено, что до 80% пациентов без ревосклюризации погибают в течение первого года после ампутации, до 90% пациентов погибают в течение двух лет после выполнения ампутации. Что это значит? Это значит, что если пациент с поражением артерии все-таки выходит на этап ампутации, то это не только потеря конечности, но и, как правило, потеря жизни и неблагоприятный исход в течение какого-то короткого времени после выполнения ампутации нижней конечности. Это очень важно знать, потому что многие пациенты этого не понимают. Они думают, что да, у меня будет ампутация, мне поставят хороший бионический протез, и я пойду на этом протезе далеко. Но в большинстве ситуаций так не происходит, как вы видите на слайде. Что же у нас в стране на эту тему? К сожалению, количество ампутаций у пожилых пациентов достигает в нашей стране практически 80%. Самая частая так называемая сосудистая операция – это высокая ампутация нижней конечности. Мы постарались проанализировать, сколько же ампутаций у нас происходит в нашей стране. Провели небольшое исследование на базе нескольких регионов, на базе Ярославской области, на базе других регионов Челябинской области, и переложили эти цифры на общероссийскую статистику. Но это цифры, скажем так, расчетные, непрямые. И оказалось, что примерно количество ампутаций 50-51 на 100 тысяч населения. Я не буду вдаваться в детали этого исследования. Что же в европейских странах, что же в США. А цифры совершенно другие. Это 5 ампутаций, 7 ампутаций, 10, ну вот максимум 18-20 ампутаций. То есть количество ампутаций в нашей стране очень велико. Очень велико, и это на самом деле большая проблема, потому что все эти люди либо погибают в ближайшее время после выполнения ампутации, либо становятся инвалидами, да, и государство этих пациентов содержит фактически, да, обязанное содержать. Как это происходит? Да, очень просто. Это обычная история из нашей жизни. Пациент с заболеванием периферических артерий поступает в отделение хирургии, общей хирургии, лечит рану, не получается. Доктор говорит, ну вам, наверное, показана ампутация. Мы ничего сделать не можем, не можем, все руками разводят, и выполняется ампутация без осмотра сосудистого хирурга. Такая проблема не только в нашей стране, но и во всем мире. И, к сожалению, ну так происходит, да. В Москве чуть лучше, в регионах чуть хуже. Допустим, пациента посмотрел сосудистый хирург, но бывают очень сложные поражения, особенно у пациентов с критической ишемией нижней конечности, хирург пишет классическую фразу. Условий для реконструктивной операции на артериях не найдено. Особенно в случаях пациентов с сахарным диабетом, с поражениями артерии голени и стопы. 90% наших пациентов имеют такую фразу в описном эпикризе из истории болезни. Ну и большинство из них остается, конечно, со своими ногами после проведения сосудистых операций. То есть запись сосудистого хирурга в истории – это не повод к тому, чтобы отпускать руки, потому что бывают разные условия в больницах, бывают есть возможности или нет возможности к ревоскулиризации. Очень по-разному. Поэтому всегда нужно искать способ к выполнению сосудистой операции и для достижения заживления ран. Существует очень много ошибок при выполнении ревоскулиризации по разным причинам, в том числе и в сосудистых центрах. Есть организационные недоработки и особенности. Во-первых, это тяжелые пациенты и часто отсутствует комплиенс пациента и родственников к лечению. Некачественные антитроматические препараты и отсутствие своевременного места лечения, лечение многоэтапное. Как видно на слайде, это подготовка предоперационная, очень важно обследовать всю сердечесосудистую систему, это различные технологии на этапе сосудистого вмешательства. Их большое очень количество, я их в конце презентации покажу. И это этап лечения ран. И весь этот процесс лечения, он занимает до полугода. Естественно, ни одно лечение не может так долго продолжаться в стационаре. Это амбулаторное, в том числе, лечение пациента. Это наблюдение за пациентом в течение длительного времени. И если так лечить пациента, то удается достичь хорошего результата. Лечение по нашим результатам 93% наблюдений. Как заподозрить поражение артерии нижней конечности? На самом деле это может сделать любой доктор, врач, терапевт и даже не доктор, воспользовавшись обычным электронным тонометром. В классическом варианте это обычная мажетка для измерения давления и доплер портативный. В нашем обычном бытовом варианте это электронный тонометр. И измеряется давление на руке, и измеряется давление на ноге. Потом давление на ноге делится на давление на руке, и получается некоторое отношение. Дробь называется лодыжечный плечевой индекс. И степень нарушения кровотока можно рассчитать по этому лодыжечному плечевому индексу. Если он меньше 0,6, то есть если давление на ноге в два раза ниже, чем давление на руке, это повод говорить о том, что у пациента есть серьезное поражение артерии нижней конечности. И если у этого пациента есть рано, то такого пациента, конечно же, надо срочно направить к сосудистому специалисту. Есть зависимость показателя лодыжечного плечевого индекса от смертности. И это показано в большом метаанализе 16 когортных исследований. Большое количество пациентов, 480 пациентов годов исследования так называемых. Если этот лодыжечный плечевой индекс меньше 0,6, то смертность возрастает в 4 раза. Поэтому даже если у такого пациента с поражением периферических артерий нет рана на ногах, такого пациента лучше направить к кардиологу. Потому что основная причина смерти этих пациентов – это все-таки инфаркты и инсульты, которые происходят гораздо чаще у пациентов, которые имеют поражение периферических артерий. Как по-другому подтвердить либо опровергнуть поражение артерий? Это ультразвуковое исследование артерий нижней конечности. Простой, быстрый, относительно дешевый метод, который есть практически в каждом медицинском центре, в любой поликлинике. Но есть большая разница от специалистов. То есть этот метод очень сильно зависит от того, насколько внимательно пациента посмотрели. Есть также проблемы. Не всегда видно поражение артерий. Не всегда их возможно рассмотреть на обычном ультразвуковом аппарате. Как правило, на экспертных аппаратах их хорошо видно. На каких-то простых – не всегда. Поражение артерии стопы – тоже вопрос экспертизы. Поэтому в ряде ситуаций мы ориентируемся даже иногда и не на дуплексное сканирование, на результат дуплекса, а все-таки на клинический осмотр пациента. На признаки поражения артерии именно клинические. Черноту, раны, ну и другие признаки. КТ-ангиография. Распространенный способ. Он используется в основном для предоперационного планирования вмешательства. Получить независимую от оператора картину, которую можно смотреть, крутить, рассматривать в нескольких проекциях. Через кожное напряжение кислорода. Еще один метод, который позволяет определить прогноз пациента. Как просто с раны на ноге, с поражением артерии, например, голени. Так и прогноз пациента после ревосклюризации. Хорошо ли она сделана или плохо она сделана. Достаточно ли питания тканей или все-таки недостаточно и нужно посмотреть. Метод не везде доступен. И даже в Москве в ограниченном количестве мест такие аппараты присутствуют. Но, тем не менее, это метод, который имеет право на жизнь. И он есть в рекомендациях. Как показания к операции. Другой метод. КТ-перфузия, либо ангиоперфузия. Тоже используется. Позволяет этот метод получить вот такие красивые картинки на стопе. И оценить перфузию как после Мишальцева, так и до него. И ангиография в операционной, которая проводится, остается золотым стандартом диагностики. Когда контрастное вещество вводится напрямую в артерии. Соответственно, осуществляется артериальный доступ. Ставится катетер и вводится контрастное вещество с помощью либо автоматического вектора, либо руками. И, как правило, в настоящее время, в связи с тем, что у нас есть КТ-ангиография, неинвазивный метод диагностики, мы делаем ангиографию в качестве первого этапа вмешательства. И вот один из клинических случаев. Пациент с раны на ноге. Но это всего лишь верхушка альберга. Пациентке отказали в нескольких сосудистых центрах. Она поступила на лечение к нам. Пациентка с тяжелой сопутствующей патологией. И распространена достаточно поражением артерии подвздошного сегмента. Вот видна на левой картинке стрелочка. Это окклюзия подвздошной артерии, окклюзия всей поверхностно-бедренной артерии, окклюзия артерии голени и стопы. Пациенту было выполнено многоэтапное, достаточно сложное довоскулярное вмешательство. На артериях был как доступ сверху, так и доступ со стороны артерии стопы. Это показаны этапы вмешательства. Наши проводники, которые видны под рентгеном баллонной катетеры. Вмешательство заняло до 6 часов у такого пациента. И в результате пациента удалось восстановить магистральный кровоток к ранам на стопе, ко всем отделам и по передней большеберцовой, и по задней большеберцовой артерии, и по артериальной дуге стопы, вплоть до пальцев. И, естественно, удалось достичь результата лечения заживления ран. На стопе прошло 5 лет, и эта пациентка до сих пор со своей ногой жива-здорова и радуется жизни. Безусловно, результат такого вмешательства – это заслуга не только сосудистого этапа. И это многоэтапное лечение. И на каждом этапе участвует либо один специалист, либо несколько специалистов. И одновременно этот пациент передается с рук на руки от сосудистого хирурга или рентгеновоскулярного этапа на этап гнойной хирургии. Параллельно включается в лечение кардиолог. Есть эндокринолог, специалист по диабетической стопе, также участвует в лечении этого пациента. Но, естественно, и нефролог, и подолог тоже принимают участие в лечении такого пациента. И основные проблемы лечения таких пациентов – это в том, что атеросклероз – это неизбежно прогрессирующее заболевание. Любые стенты или шунты рано или поздно закрываются. И необходимость в операции на сосудах, повторной операции на сосудах, диктует не закрытый стент или сосуд. Мы гонимся не за отдаленной проходимостью артерий. А если у пациента есть незаживающая рана. И это именно то, что зависит от специалистов по стопе, от специалистов по диабетической стопе, от подологов и от компенсации сопутствующих заболеваний. И прежде всего, это профилактика натоптышей, потертостей, деформации стопы. И это именно является предотвращением повторных операций на артериях. И вот один из клинических примеров. Пациент слева пришел к нам на прием. Вроде как ничего не предвещает беды. Просто некрасивые ногти, условно. Ну, у них хомикоз, естественно, да. Но при посещении подолога была обнаружена вот такая вот ситуация, да. Выделяется гной при нажатии на ногти. Была снята ногтевая пластинка, но в результате было достигнуто заживление ран. Даже без ревоскулилизации. Безусловно, есть разные технологии восстановления кровотока. И здесь мы используем иногда углекислый газ для операции на артериях. В картинке представлены именно у пациентов с нарушенной поечной функцией, которым отказывают в операции. Здесь технологии направлены к катетерной атероктомии. Катетер специальный, который срезает от артериотические бляшки прямо изнутри сосуда. Через маленький прокол в артерии. Технология артерекс. Катетерная тромбоктомия, которая позволяет убирать рыхлые тромбы. Не от артериотические бляшки, а именно рыхлые тромбы. И существует определенная этапность в оказании все-таки помощи сосудистой. И иногда попадание пациента с поликлиники в сосудистый центр может занять длительное время. В том числе и за счет длительного обследования пациента. И необходимо обязательно сокращать время оказания помощи таким пациентам. Потому что чем дольше проходит время, тем больше теряется ткани. Есть определенные организационные проблемы операции на сосудах. И важно о них знать и доносить их до пациентов. Я не буду на них долго останавливаться. Конечно же, хорошие результаты лечения можно достичь только при слаженной работе разных специалистов. Это те рекомендуемые действия, которые может предпринимать каждый специалист. Даже не сосудистый. Чтобы понять, есть ли угроза у пациента ампутации нижних конечностей. Можно задавать вопросы. Болят ли ноги при ходьбе. Есть ли у пациента сахарный диабет. Были ли раньше операции на артериях. Если положительный ответ, естественно, это повод заподолжить поражение артерии. Можно померить ладошечный плечевой индекс. И, безусловно, любой специалист можно рекомендовать пациенту выполнить утрозвуковое стены нижних конечностей. И если там есть поражение артерии и незаживающая рана, такой пациент должен оказаться как можно быстрее у сосудистого специалиста. Мы стараемся давать инструменты для помощи докторам, в том числе и нашим коллегам, кто занимается сосудами. И на сайте Кинг.РФ вы можете найти стандарты по лечению таких пациентов. Есть раздел «Клинические случаи». Там же есть сосудистые рекомендации. Международные сосудистые рекомендации, которые мы перевели в прошлом году. И распространяли. Есть и печатные варианты. Вы мне можете написать. Я могу выслать вам печатную версию, если вас этот вопрос интересует. Есть калькулятор для оценки риска пользы от ревосклюризации и риска ампутации. А также на сайте Кинг.РФ в разделе «Для специалистов». Есть раздел «Для пациентов». Способ получить второе мнение. И он совершенно бесплатен. Можно прислать данные по пациенту и получить мнение о том, хорошо ли сделана ревосклюризация или плохо. Нужна ли она вообще. Ну и мы проводим курс ежегодный «Кинг-2020». В этом году проходил в онлайн формате. Приняли специалисты как из России, так и из других стран. И уже записи размещены как на сайте Кинг.РФ, так и на сайте конференции. Какие же практические рекомендации могут быть несосудистым специалистам? Во-первых, бояться такого пациента не нужно. И постараться ему объяснить своевременность оказания помощи и угрозу, направив по правильному пути лечения. Во-вторых, в случае поражения артерий, объяснить пациенту важность специализированного подхода к лечению этой проблемы. Существующие организационные проблемы. Ну и в-третьих, быть, конечно, полноценным участником команды для рандиагностики и предотвращения неблагоприятных событий. Я благодарю всех за внимание. На слайде мои контакты. Спасибо.